Друзья, не думайте опять-таки о маячащей фигуре ведущего, я понимаю, что это невозможно, но насколько возможно. И объясните сейчас вслух попросту-попросту, что такое неуверенность в себе. Мне ощущение себя неуверенности в правильности своих действий, неуверенность в соответствии каким-то там стандартам. Ощущение себя неуверенности в своем представлении. Поиск себя во мне. Я точно не общу. Слабость – это метафора. Но разве это ощущение, что я недостаточно хороший всегда, означает неуверенность в себе? Кажется, что это прогрессивное ощущение? Смотрите, мы все сами что-то одинаковое точно чувствуем. Вот прозвучала неуверенность в своей там правильности, в правильности своих поступков. Неуверенность в том, что у меня получится, что я смогу. Проверим. Вспомните, пожалуйста, людей, которых вы держите за уверенных. Про которых вы точно понимаете, что они уверены. Не самоуверены на показ, а по-настоящему уверены в себе. Можно ли себе представить, что они уверены, что у них на 100% всегда все получится, а они во всем правы? Очевидно, нет. Значит, представление о своем возможном неуспехе, о своей неправильности не различает тех и других. Такая неожиданная вещь. Что же такое неуверенность? Смотрите, вот одна из подсказок, с которой сегодня хотелось бы вас отпустить, это то, что есть масса негативных переживаний. Неуверенность, ревность, одиночество, тоска и так далее, и так далее. Под ними почти подо всеми лежит одна базовая, самая древняя, самая простая негативная эмоция. Это страх. А это все, это, как говорят, дериваты страха, это производные страха, это разновидности страхов в разных сюжетах, или еще важнее разных наших психотипических началов. Вы знаете все, что есть психотипы, и что в каждом человеке есть начало всех психотипов. Вот эти психотипы, они по-разному переносят угрозы. Поэтому, когда бывает трудно объяснить чье-то поведение, не очень понятно, какие слова подобрать, всегда пытайся это объяснить в терминах страха, ищи, чего он боится здесь и сейчас. Чего же может бояться неуверенный себе человек? Оказывается, не того, что у него не получится. Потому что это бояться, это предполагают уверенные. А чего же он может конкретно бояться? Его поймут, это метафора, друзья, от него надо избавляться, мы на одном языке говорим. Он боится осуждения. Неуверенность в себе – это не страх своей возможной неудачи, это страх реакции на эту неудачу. Это очень важный нюанс. Теперь давайте с другого конца зайдем, подойдем к этому же дискомфорту. Через выражение, которое сегодня тоже уже не раз звучало – самооценка. Вот так же попросту. Что такое самооценка? Погромче. Как ты себя оцениваешь по каким показателям? По каким показателям ты себя сравниваешь? Да, например. Внешность, ум, успехов противоважного пола, материальное положение. Самооценка – это представление о сумместных достоинствах и недостатках. Вот так попросту. Не претендую на наукообразие. И с этим понятным нашим представлением о самооценке у нас с вами связаны представления о людях с высокой и низкой самооценками. Высокая самооценка – это уверенный голос, развернутые плечи, поднятая голова, грудь, ноги на стол. И низкая самооценка – это, знаете, был у Геннадия Хазанова такой эстрадный персонаж, выпускник кулинарного техникума, который тоже ковыряя ножкой пол, стоял, чтобы бормотался неразборчиво под нос. Вот. Но смотрите, наверняка вы все встречали по жизни людей, которые говорят о своих именно недостатках, о своих ограниченностях. Но говорят так светло, что совершенно не похоже на каких-то опущенных. Когда человек говорит, ну, какой он феноменально эрудированный, я десятая часть этого всего не знаю. И он вовсе не похож на Хазановского персонажа. И вот чтобы эти все природные явления охватить и покрыть одним колпаком, мы с вами воспользуемся словом похожим на слово самооценка, тоже не новым, это слово самопринятие. Самопринятие. Это представление не о сумме своих достоинств и недостатков, это представление о том, чего я за них заслуживаю. Как и самооценка, это понятие, как говорят, полярное, оно колеблется между двумя крайностями, между двумя плюсами, с бесчисленным количеством промежуточных состояний. Что такое высокое самопринятие, позитивное? Это вовсе не представление о том, что у меня все шоколадно, а дальше будет еще лучше. Наоборот, в этой условной паре, только в этом состоянии у человека есть возможность отдать себе отчет в своих ограниченностях, в том, что он не эрудированный, не образованный, что вообще-то, может, не своим делом в жизни занимаюсь, что я малодушный, я завидую подружке, все что угодно. Он в состоянии выслушать что-то подобное от собеседника, с досадой. Но эта досада будет не на собеседника направлена. Но начинается дальше самое важное. Я же в этом не виноват. Я же себе этого не выбирала. Да, слушайте. Я же сам был бы рад, если бы я был каким-то более цельным, честным и организованным. Вот это оказывается настоящее принятие себя. А в этом состоянии, на этом полюсе, человек говорит, и ладно, говорит, чувствует, конечно, виноват, как-то не виноват. Если я опоздал, если я пообещал и не сделал, если я подвел, если соврал, конечно, я виноват. И это оказывается непринятие себя. Почему? Почему этим полюсам присвоены такие ярко окрашенные знаки? Раз плюс, значит, что-то правильное, хорошее. Чтобы это понять, давайте зададимся таким промежуточным вопросом. Как, по-вашему, каков физический смысл слова «виноват»? Да, совершенно верно. Виноват, значит, подлежу наказанию. И теперь будет понятно, как люди в этих разных состояниях по-разному относятся к своим недостаткам. Только на этом полюсе человек может признать и в диалоге, и во внутреннем плане свою неправильность, потому что он не чувствует, что он за это подлежит наказанию. У него есть такая возможность поэтому. А на этом полюсе, как вы считаете, как теперь будет понятно, как люди относятся к своим недостаткам? Сам себя человек не наказывает, это метафора. Человек на себя не крикнет и себя не ударит. Он боится. Он боится, и поэтому как они относятся к своим недостаткам? Они их изо всех сил отрицают. Они их ни за что не признают. И в диалоге, и во внутреннем плане. Отрицают, не признают насмерть. Не потому, что они смотрят на вещи иначе, чем мы с вами. И не потому, что они считают, что опаздывать это нормально и неплохо. Они вообще другое в этом диалоге обсуждают и отстаивают. Свою просто безопасность. Тут обсуждение этого, это обсуждение бывает затруднено тем, что в русском языке слово «виноват» двусмысленно. Вот в английском эти два смысла очень точно разведены. Guilty и responsibility. Вина в смысле подлежу наказанию, guilty, и responsibility в смысле причинно-съездной ответственности. В реальности именно вот эти люди говорят, я виноват, конечно же, а не те. Но они в это вкладывают вот тот самый смысл и причинно-съездной ответственности. Респенсибилит. Ребята, это из-за меня, простите, я виноват. В нашей психе есть очень важный простой механизм, вследствие которого она к окружающим и к себе относится одинаково. Он в поводенчестве складывается простым образом. И по этому механизму этих людей легко различить, потому что люди с высоким самопринятием, они заметно терпимы, а с низким критичны. Для этих людей на хорошее и плохое делятся только поступки, а для этих их носители. Эти осуждают хостовство, неорганизованность, вранье, но не вруна и не хвостуна. И поэтому у них есть возможность сказать об этом в лицо. Это не звучит скандально. Это не звучит личностным обвинением. Они говорят, ну ты вообще заврался, ну как тебе не доел-то. И это означает, что они и во внутреннем плане в состоянии зафиксировать свою неправильность, предусудительную неправильность, не осуждая себя в целом. И вот эта религиозная формула «ненавидеть грех, но любить грешника» – это очень точно описанная житейская позиция людей с высоким самопринятием. А эти люди осуждают самого хостуна и вруна и неряху, поэтому у них нет возможности сказать в лицо, это прозвучит скандально, или они и говорят скандально. Или еще чаще при виде такого маргинального негативного персонажа они многозначительно переглядываются друг с другом, предлагая его вместе осудить. И это очень важный признак того, что они и во внутреннем плане будут уличенными в чем-то неправильном, сразу почувствуют, что они в целом заслуживают осуждения. И поэтому будут засвещаться до последнего.